Всем привет! Обзоров Fujifilm X-T2 в интернете уже достаточно много. И на русском, и на английском языке. Поэтому я решил не делать классический какой-то обзор, а просто рассказать вам о своих впечатлениях после двух недель общения с данной камерой. Сразу отметаю вопрос по поводу того, та ли это камера, которую я себе купил вместо Nikon D610. Скажу нет. Эту X-T2 мне любезно предоставило представительство Fujifilm России, за что им огромная благодарность. И только поэтому у меня появилась возможность вам о ней рассказать. Себе камеру вместо Nikon D610 я уже приобрел, но об этом будет отдельное видео. А сейчас мы говорим не об этом. Сегодня я вам расскажу немножечко о Fujifilm X-T2 и о том, что я о ней думаю. Поехали! Сначала для тех, кто вообще не в курсе о том, что такое Fujifilm X-T2. Fujifilm X-T2 это топовая беззеркальная камера в линейке Fuji X с APS-C сенсором. Кроп-фактор ее полтора. То есть это флагман данной линейки. Это лучшая камера, которая сейчас есть у Fuji X с APS-C сенсором. Камера по стоимости, по своим каким-то характеристикам бросает, можно сказать, вызов зеркальным камерам, таким как Canon 7D Mark II или Nikon D500. Я думаю, именно с ними она конкурирует. Вообще Fujifilm X-T2 по сути это профессиональная камера. Об этом свидетельствует ряд ее характеристик. Давайте вот сейчас конкретно поговорим о характеристиках и о внешнем виде данной камеры. Я расскажу про какие-то ее особенности, которые лично мне понравились или не очень, и о которых вам стоит знать. Что касается внешнего вида, то мне лично именно в черном исполнении камеры Fujifilm очень нравятся. В серебристом все-таки, ну, выглядит достаточно странно, но вот в черном, мне кажется, что достаточно стильно все это смотрится. И давайте немного подробнее посмотрим о том, что у нас тут есть. Что касается управляющих элементов, то тут у нас целое море колесиков сверху. И мне, честно говоря, такое управление гораздо больше нравится, чем на классических зеркалках или каких-то беззеркалках вроде Sony или Panasonic. То есть тут мы можем управлять выдержкой, управлять экспокоррекцией с помощью колесика, можем управлять светочувствительностью. То есть, по сути, настраиваются все параметры. А диафрагма у нас настраивается на самом объективе. Есть вот такое вот колесико изменения значения диафрагмы. То есть, с точки зрения управления, именно управляющих элементов, здесь у меня никаких, в принципе, нареканий нет. Мне, наоборот, даже это очень все нравится. Что касается других моментов по эргономике. Хват тушки, конечно же, у нас уступает зеркальному. Если вы посмотрите, то в ширину этот фотоаппарат совсем небольшой. Он гораздо уже, чем любая зеркальность камеры. Даже чем наш Canon 200D, на который мы сейчас снимаем. То есть, Canon 200D шире, чем этот фотоаппарат. Это, конечно же, в конечном итоге негативно сказывается на эргономике, то есть, на хвате. Но должен вам сказать, что хват здесь достаточно приличный. Все-таки камера топовая, и она не самая маленькая, прямо скажем. И хват с некоторыми стеклами, такими как 23.1.4 или 56.1.2, вполне удобный. И камера, знаете ли, и вся система чувствуется достаточно сбалансированной. А если использовать какие-то тяжелые стекла, то уже имеет смысл воспользоваться батарейной ручкой. Которую можно купить отдельно по какой-то там бешеной цене в районе 20-25 тысяч рублей. Или есть варианты также установки дополнительного гриппа, который улучшает хват данной тушки. Но еще раз повторюсь, если вы пользуетесь компактными стеклами, то в целом эргономика этой камеры вполне неплохая. Что касается моментов, по которым эту камеру можно определить как профессиональную. Во-первых, это защита от пыли и влаги. Она заявлена, она есть. Не скажу, что я сильно потестировал, но я снимал в небольшой дождичек. Я бы даже сказал, небольшую морось. Снимал этой камерой в снег в том числе. И как бы ничего особо с ней не случилось. И, наверное, не должно, раз заявлена такая вот защита от непогоды. Это первый момент, который, по сути, говорит нам о том, что эта камера профессиональная. И второй момент, который явно бросается в глаза, это двойной слот под карты памяти. Карты памяти у нас тут формата SD. Что касается экрана. Он у нас тут поворотный. И поворачивается он вот таким вот образом. Помимо этого, есть вот поворот по вертикали. Именно в таком положении. Вниз он уже не поворачивается. Честно говоря, когда я рассматривал лично для себя эту камеру, я думал, что вот такое вот откидывающееся положение мне особо-то и не пригодится. Но, как показала практика, это очень полезная функция. Конечно, я остаюсь в недоумении, почему нельзя на всех камерах с поворотным экраном делать экран как у Panasonic, как у Canon. То есть, такое вот шарнирное крепление, которое позволяет вам в любой плоскости крутить этот экран и в том числе закрывать его обратной стороной, чтобы экран не царапался во время переноски. По-моему, это самое удобное крепление, которое на всех фотоаппаратах, у которых есть поворотный экран, должно стоять. Не понимаю причины его неиспользования. У меня иногда складывается ощущение, что у компании Canon и Panasonic есть какой-то патент на этот поворотный экран, и другие им просто не могут пользоваться. Но это все-таки абсурд, да? Еще Olympus у нас имеет такой же поворотный экран. Ну, в общем, нет да нет, некоторые производители его все-таки устанавливают к себе. Но остальные, вот в том числе Fuji, в том числе Sony, маются вот такой вот фигней. На мой взгляд, извините, конечно, но, ребята, с Fuji это нужно исправлять. Следующий момент, который мне не понравился, касаемо экрана, это то, что да, вы сделали его поворотным и по горизонтали, и по вертикали. Но смотрите, какой момент. Я не знаю, насколько это ощутимо сейчас на видео, что, ну, в общем говоря, экран, ну, гуляет. То есть, я не знаю, слышите вы этот звук? То есть, он не до конца, не плотно прилегает к своему основанию, и когда я первый раз это взял, то есть, она прям такая брякающая штучка получается. В общем, все, что касалось экрана, давайте про другие моменты. Что касается аккумулятора, он у нас вот здесь вот внизу, классическая история. Аккумулятор у нас с отметочкой, чтобы было удобно его устанавливать. Было понятно, с какой стороны. Аккумулятор у нас на 1260 мАч. С одной стороны, вроде, немало, но с другой стороны, это у нас все-таки беззеркальная камера, а это значит, что жрет батарейки, она просто на ура. На самом деле, сначала я хотел похвалить этот Fujifilm за то, как он расходует энергию. Это после того, как я поснимал тут недавно уточек на пруду, где-то на 700 кадров, у меня даже не вся батарейка ушла. Но я подумал, ну, вроде неплохо для беззеркальной камеры. А потом, вот буквально вчера, я решил поснимать на улице при температуре 0,1 примерно, и за 150 кадров там высадил всю батарею. Возможно, вся причина заключается в том, что в первый раз я использовал новый аккумулятор, а вчера я использовал свой старый аккумулятор, и именно поэтому он высадился так быстро. Потому что, кто его знает, сколько этот аккумулятор на данной камере уже используют, и, возможно, он уже исчерпал свой ресурс. Но мне остается об этом только догадываться. Владельцы Fujifilm, расскажите, насколько вам хватает аккумулятора при нулевой температуре. Пишите в комментариях. Ну, а мы продолжим. То есть, я не могу сейчас отнести это ни к плюсам, ни к минусам, потому что получил совершенно разные результаты при тестировании этого момента. Что мне понравилось в этой камере чрезвычайно, так это классный видоискатель. Очень яркий, очень большой. Знаете, очень удобно с ним фокусироваться в мануальном режиме, особенно при включении фокус-пикинга, который в этой камере, конечно же, есть. Включаем фокус-пикинг и, ну, просто отлично через видоискатель, видно зону резкости. В общем, все классно. Также в видоискателе мне очень понравились режимы съемки. То есть, можно не просто снимать в обычном режиме, но и разделить видоискатель как бы на две части. В одной части у нас будет как бы основное изображение, которое мы фотографируем, а в другой у нас будет кроп этого изображения, который позволяет нам точнее наводиться на резкость. В общем, с точки зрения мануальной оптики, с точки зрения работы с мануальным фокусом, у нас здесь все очень хорошо на этой камере. Можно смело фотографировать с помощью каких-то советских, всеми любимых, Гелиусов, Юпитеров и так далее. Или смело использовать оптику под Fuji X, у которой нет автофокуса. А такая оптика имеется от производителей Samyang, Metacon и так далее. Теперь, что с точки зрения эргономики, мне не очень понравилось на данной тушке. Ну, во-первых, обратите внимание на кнопочки, такие как просмотр, например. Очень важная кнопочка. Посмотрите, насколько она маленькая. Если сравнивать с зеркалками, то, поверьте, она здесь гораздо меньше. И если при обычной фотосъемке это не особо заметно, то когда мы надеваем перчатки, то нажимать на подобные кнопки становится проблематично. Тем не менее, если не брать в расчет вот эти вот маленькие кнопочки, работать этой камерой в перчатках, если у вас кожаные перчатки, достаточно удобно. То есть, руки не будут мерзнуть. Я, честно говоря, думал, что с удобством будут проблемы, но, не считая вот этих кнопок, в принципе, в перчатках вполне себе неплохо фотографируется. Также, не с положительной, не с отрицательной стороны, я не могу отметить меню этого фотоаппарата, потому что, ну, я не испытал особых сложностей, но и не могу сказать, что это лучшее меню, которое я видел. То есть, как-то 50 на 50. Наверное, некоторые моменты, вроде форматированные флешки, можно было сделать немного более удобными, но у меня как-то не возникло особых проблем, и лишний раз в инструкцию я ни за чем не лазил. Что касается хваленого JPEG, ну, в общем-то, вы видите, настройщики, которые я использовал примерно, только тут у меня стоит динамический диапазон 100, так я его ставил на 400, ну, как обычно многие рекомендуют делать. Но, честно говоря, JPEG меня особо не впечатлил, в отличие от других людей, которых я знаю, он почему-то впечатляет, но я все равно предпочитаю снимать в RAW. Мне как-то работа в редакторе, и то, что я получаю в редакторе, нравится гораздо больше, чем то, что дает камера при базовых настройках, тем более, что когда мы ставим тот же динамический диапазон на 400, то получаем достаточно сильные шумы, даже в тех условиях, когда, казалось бы, ISO можно поставить на 100, и ничего страшного не произойдет. Но в таких условиях мы получаем достаточно сильный шум, мне в том числе это не нравится. Соответственно, вот примерно такие настройки я выставил, чтобы снимать в RAW плюс JPEG. Почему я снимаю RAW плюс JPEG? Здесь я выявил неприятную для себя особенность. Сейчас я не расскажу. Смотрите, какая ситуация. Сейчас я сделал два кадра. Один сделал чисто в RAW формате, второй – RAW плюс JPEG. Файл, который снят чисто в RAW, при приближении дает максимально вот такое приближение. Файл, снятый в формате RAW плюс JPEG, дает вот такое приближение. Вы видите разницу какая? Насколько... Сами фотографии сделаны в одинаковом масштабе. Но здесь он приближает вот так, а RAW плюс JPEG приближает вот так. То есть у меня есть возможность лучше оценить резкость фотографии, насколько попал фокус. И из-за этого приходится снимать RAW плюс JPEG. Я считаю, что это некоторая недоработка все-таки. И хотелось бы получить возможность съемки RAW с последующим кропом на 100% без каких-либо заморочек. Что касается файлов RAW, то они тут двух видов. Сжатие без потерь и без сжатия. Файлы без сжатия занимают 50 мегабайт. Это очень много. Чтобы вы понимали, это значит, что 20 кадров занимают 1 гигабайт. Мне кажется, что это тоже не есть хорошо, поэтому я фотографирую сжатие без потерь. Сжатие без потерь, по сути, то же самое, но немного дольше открывается потом при постобработке. Выбор типа сжатия, кстати, не влияет на то, насколько мы можем кропать кадр во время просмотра. RAW здесь в любом случае увеличивается настолько, насколько я показал до этого. Да, фотографии RAW файлы с этой камеры я обрабатываю в Adobe Lightroom. Я знаю о том, что многим кажется, будто стоит сначала перегонять файлы сторонними программами, вроде Irradiant. Но, честно говоря, я попробовал воспользоваться этой программой, не увидел вообще никакой разницы, кроме того, что она немного увеличивает резкость картинки. Просто за счёт того, что вы в настройках Irradiant отмечаете увеличение резкости. То же самое вы можете сделать с стандартными средствами Lightroom. И результат по картинке, лично для моих глаз, он просто неотличим. И неотличим он не только в разрешении 1920 на 1080, но даже при кропе в 100%. Реально там невозможно увидеть разницу. То есть, я рад за тех, кто видит эту разницу, но, видимо, я не из их числа. И проверял я на огромном количестве сюжетов, и с фотографиями каких-то зелёных насаждений. Никакой вообще разницы, ребят, я не увидел. Может быть, я что-то не так делаю. Но, в общем, мне пока нравится стандартная проявка в Lightroom, и с этим я заморачиваться просто не хочу. Если бы я увидел какую-то разницу, то можно было бы заморочиться, но так просто, потому что так делают какое-то условное большинство из продвинутых пользователей. Ну, я не вижу в этом смысла. Файлы я пробовал обрабатывать не только в Lightroom, но и в Capture One. Честно говоря, из Capture One выходят несколько более спокойные, что ли, файлы. Возможно, вообще обработка фотографий в этих двух редакторах она несколько отличается с точки зрения подхода, поэтому добиться вот именно идентичных результатов порой сложно. И вы просто берёте файл RAW, обрабатываете в одной программе, в другой, смотрите, где вам больше нравится результат. Это делал несколько раз, и через несколько вот итераций я понял, что мне в Lightroom всё-таки нравится больше. Первый раз, когда я обработал Lightroom, потом обработал в S1, я сравнил результаты, и у меня в S1 получился лучше. Я немного проанализировал эту ситуацию, что я неправильно сделал, где-то я профиль не так настроил, и теперь я обрабатываю только в Lightroom, и горе не знаю. Хотя, честно говоря, не могу сказать, что обработка RAW файлов с Fuji это очень просто. Но мне нравятся цвета, которые камера даёт, особенно это касается портретной съёмки. Очень, знаете ли, естественный цвет получается. Есть большое количество профилей. В зависимости от условий освещения, вы можете выбрать один из них и подобрать цвет лица, который будет близок к тому, что вы видели в реальной жизни. С камерами Nikon у меня с этим возникали некоторые сложности, и с этой точки зрения там было немного сложнее обрабатывать. А вот обработка файлов с фотоаппаратов Canon мне показалась в этом плане более простой, чем с фотоаппаратов Nikon и чем с фотоаппаратов Fujifilm. Так что тут уже такой вот небольшой баланс. Камера Fuji находится где-то посередине. Нельзя сказать, что очень просто обрабатываются RAW файлы. И тем не менее, получить приемлемый результат можно. Просто нужно немного набить руку. Что касается вообще моих мыслей по поводу фотосъёмки с помощью данной камеры. Тут опять же есть свои плюсы, свои минусы. Что касается фокусировки данной камеры. Вы все знаете, что здесь какая-то просто многоточечная система автофокуса. Чуть ли не лучшая система среди всех беззеркальных систем. И всё такое и прочее. Возьмите, откройте любой буклетик. Можете почитать об этом. Собственно, поэтому я не хочу делать сегодня обычный обзор. Вам уже всё это в уши надули. Я хочу рассказать, что я думаю по этому поводу. А думаю я то, что система эта не всегда предсказуема. Вот что отличает зеркалки и их фазовый автофокус, так это то, что он в целом примерно одинаково работает на разных системах. А вот контрастный автофокус или гибридный автофокус, они работают по-разному на разных камерах разных брендов. И здесь автофокус не всегда стабилен и не всегда ему можно предсказать. Есть ситуации, в которых он категорически отказывается фокусироваться на переднем плане, предпочитая ему задний план. Это ситуации, когда, например, солнце уже близится к закату, то есть у нас такое призакатное солнце, у нас есть портретируемый на переднем плане, на заднем плане у нас какой-то красивый фон, который хотелось бы размыть. И почему-то фокус начинает гулять и все больше он фокусируется на заднем плане, просто игнорируя человека, который находится на переднем. Это если мы фотографируем какой-то крупный портрет. То же самое можно наблюдать и в обычных условиях съемки при нормальном освещении, если на переднем плане находится объект, который темнее, чем объект на заднем плане. В этом случае система фокусировки очень часто принимает неправильное решение и фокусируется на заднем плане, хотя должна по нашей задумке фокусироваться на переднем. При данных условиях съемки результаты зеркальных камер, на мой взгляд, более предсказуем. Вот этот момент мне не очень понравился. В остальном же, что касается скорости фокусировки, то все это можно запросто сравнить с тем, что выдают зеркальные камеры. Но опять же, если недостаток света, то мы получаем некоторые проблемы с фокусировкой. А что, несомненно, удивило и порадовало, это качество видеосъемки. Камера способна писать в 4К, 30 кадров в секунду. Сейчас как раз-таки я снимаю на X-T2. Правда, я снимаю в Full HD 50 кадров в секунду, но думаю, качество записи вы сможете оценить. Звук сейчас также записывается прямиком на Fujifilm X-T2, так что и звук вы сможете оценить. По крайней мере, сравнить его с тем, что дает мой Canon, на который я обычно записываю блоги. Минус тут, конечно, тоже есть. У фотоаппарата, как я уже говорил, экран не поворачивается на себя, поэтому я сейчас снимаю видео и себя не вижу. Тем не менее, видеосъемка действительно сильная сторона этого фотоаппарата. Отдельно, конечно, хотелось бы отметить то, как работает система фокусировки данной камеры, а именно следящая фокусировка. Работает она просто отлично здесь. То есть, возможно, не так классно следит за лицом, как Dual Pixel Auto Focus у Canon, но это не точно. Я все-таки не так уж долго тестировал эту камеру. Но, тем не менее, если сравнивать с системой, например, современного Panasonic, то здесь следящий режим автофокуса, особенно за лицом, он гораздо лучше работает. И для фирмы, которая, по сути-то, где Fujifilm и где видеосъемка, вот для такой фирмы это просто прорыв, на мой взгляд. Так что за видеосъемку однозначный лайк. Вот такие мои впечатления относительно данной камеры. На мой взгляд, у нее есть как свои плюсы, так и свои минусы, как, впрочем, и у любой другой зеркальной или беззеркальной камеры и системы. Но вот, что я хотел бы выделить отдельно. Я множество комментариев на различных форумах читал, много различных отзывов по поводу камер прочитал, много читал мнений по поводу того, что вот я сменил Nikon D800 на Fuji, и мне понравилось или не понравилось. Все пишут по-разному. И я хотел бы выделить такой момент, такую важную особенность, которую вы должны понимать, если вы покупаете камеру Fujifilm X-T2 в том числе. Обратите внимание, это кроп-камера. Как бы она ни была дорога, как бы ее ни называли профессиональной, но она профессиональный кроп. Она не полнокадровая камера. От нее нельзя требовать, чтобы она давала такие же низкие шумы, как полнокадровая камера. Ее нужно сравнивать именно с другими кроп-камерами. Если отбрасывать цену, то получается, что у нас здесь очень достойный кроп. Если цену мы не отбрасываем, то получается, что есть и другие варианты по покупке в этом ценовом сегменте, и возможно даже более выгодные, и более выигрышные с точки зрения дальнейшей закупки оптики. Но об этом я уже расскажу потом, расскажу про оптику. Я обязательно сниму обзор на как минимум один очень интересный объектив из тех, что мне любезно предоставила компания Fujifilm. Ну а сегодня на этом все. Это было мое небольшое мнение относительно фотоаппарата Fujifilm X-T2. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если хотите еще немного послушать про фотоаппараты и объективы Fujifilm в дальнейших видео. Спасибо за внимание! Делайте правильный выбор! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok